В городе прошел третий международный восточно-европейский бизнес-форум. Название не случайное. Организуя это мероприятие, Дауковпилская дума постаралась подчеркнуть, что город занимает ключевое положение именно в этой части Европы, как важный транзитный и промышленный центр. Здесь пересекаются интересы самых разных стран и направления торговых путей. Как уже сообщалось, партнером городской думы в подготовке этого форума стало посольство Польши в Латвии. Как подчеркнул в своем выступлении посол Ежи Марек Новаковский, Дауковпилс наиболее выгоден для инвестиций, поскольку польские предприниматели чувствуют себя здесь как дум. В свою очередь председатель Дауковпилской думы Янис Лачплисис отметил, что в нашем городе не ощущают себя чужими ни представители Евросоюза, ни России, ни Белоруссии. Такой уж этот город, где на Святой Горке рядом стоят и собор, и костел, и кирха. Если предприниматели легко могут договориться между собой, зачем проводить форум? Самое важное, что сюда приехали предприниматели. Они получат информацию о том, что такое Дауковпилс, какие программы у нас есть. Но еще что важно, что они встретят здесь других бизнесменов, и из Дауковпилса, и из других стран. Они могут вместе обсудить совместные проекты, получить необходимую информацию у предпринимателей, работающих здесь в Латвии, и у наших предпринимателей. И я уверен, что завяжутся и деловые, и личные контакты. А это приведет к деловой активности, к созданию новых предприятий, к созданию новых проектов. В подготовку форума много сил вложил Департамент развития Городской Думы. При этом специалисты старались привлечь именно деловых людей, которые ищут возможность для расширения бизнеса и готовы создавать новые рабочие места. Интерес к форуму достаточно высок. Мы ожидаем, что будут представители более чем из 10 стран. Всего участников около 400, поэтому это достаточно большое количество людей. Мы надеемся, что тем самым мы покажем, презентуем наш город, и о нашем городе узнают в других странах. Я думаю, что это не повредит нашему имиджу в первую очередь. Интерес гостей вызвали инвестиционные проекты, которые предлагает самоуправление. И это не просто идея. К примеру, северная промышленная зона уже обустраивается. А проект превращения бывшего госпиталя в бизнес-центр после создания центра Ротко уже не кажется несбыточным. Развитие крепости идет довольно интенсивно. Там очень много было сделано в области инфраструктуры. Восстановлен арсенал, там появился центр Марка Ротко и так далее. Мы здесь показываем еще одно здание. Это здание бывшего военного госпиталя, а в перспективе бизнес-комплекс. В форуме приняли участие не только гости, но и местные предприниматели. По их мнению, это реальный шанс для новых контактов и для расширения бизнеса. Надо только уметь воспользоваться таким шансом. Вообще фирма «Атекс» – это совместное предприятие латвийско-российское. Мы используем потенциальные возможности России для развития бизнеса в Латвии. Кроме этого, мы являемся официальными представителями двух фирм в Белоруссии. Эти контакты мы получили также на бизнес-форумах в городе Даугавпилсе. Второй день в Даугавпилсе на конференции по развитию Латгалии и на бизнес-форуме в дискуссиях участвуют представители правительства. Их руководители города постарались убедить в том, что нужны политические решения для поддержки проектов, которые могут двинуть экономику региона вперед. Проекты определенного масштаба, большого масштаба, скажем, да, если мы говорим о таком, на мой взгляд, очень важном проекте, как «Долгопилская ГЭС», без политического решения, без поддержки Сайма и правительства решить нельзя. Он касается территорий, которые проходят по ряду самоправлений. Туда, если говорить о затапливаемых территориях, надо будет принимать решение принудителем отчуждения. Естественно, будет дискуссия о том целесообразности, и надо будет принимать решение для обеспечения всех норм соблюдения экологии, защиты окружающей среды. Поэтому не будет никто рисковать и вкладывать, а надо вкладывать большие деньги, в принципе, да, без уверенности, что будет поддержан на самом высоком уровне. Тем более, что по-прежнему, я считаю, что такие проекты, они приоритетны с точки зрения возможных получений софинансирования из Евросоюза. Каковы реальные результаты бизнес-форума? Конечно, мы не узнаем завтра о заключенных предпринимателями договорах. Но сегодняшний достаточно высокий уровень безработицы в Даугавпилсе, 10,3% экономически активного населения, вдвое ниже, чем в Резекной и других городах Латгали. Он не снижается сам собой. Самоуправление не имеет права строить заводы, даже небольшие. Оно помогает предпринимателям, создавая инфраструктуру и предоставляя необходимую информацию. В том числе на таких форумах.